Добрый вечер, слушаю вас. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, закончился саммит ШОС. Могли бы вы, подводя итоги, рассказать о том, каким вы видите перспективы развития организации и что в ШОС для России самое главное? Самое главное всегда и везде – это экономическое развитие. И ШОС, сотрудничество со сторонами ШОС создает условия для развития экономики России, а значит, социальные сферы и решения задач, которые стоят в сфере повышения жизненного уровня наших граждан. ШОС состоит из государств, на территории которых проживает, уже об этом много раз говорили, почти или чуть даже больше половины человечества. Это 25% мирового ВВП. И, что самое главное, а самое главное в том, что экономики стран региона, стран, которые входят в ШОС, развиваются темпами гораздо выше мировых. Вот я сейчас в отдельной встрече была и на рабочем обеде, мы сидели рядом с премьер-местом Индии. 7% РОС в ВВП Индии, 5% с лишним Китая. И Китай довольно долго был лидером, и потенциал огромный. Поэтому объём торговли у нас с этими странами быстро растёт. Если такие темпы сохранятся, а они наверняка сохранятся, исходя из целого ряда объективных обстоятельств, это значит, что мы должны быть в ряду этих стран, рядом с ними, обеспечивая свои интересы. Мы так и поступаем. Это и есть самое главное. Да, пожалуйста. Происходящее, как вот кажется многим, она весьма сдержанная. Почему? Действительно, нет ничего нового. Мне даже, честно говоря, Павел, немножко странно слышать ваш вопрос, потому что на протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, её ядра. Я уже приводил эти высказывания, изыскания некоторых деятелей Великобритании после Первой мировой войны, в ходе Первой мировой войны и после неё. Ну а изыскания господина Дзержинского, где он уже даже разделил на конкретные части всю территорию нашей страны, потом, правда, немножко изменил свою позицию, полагая, что Россию лучше сохранить как антипод Китаю, использовать её как инструмент в борьбе с Китаем. Они не дождутся этого, не пускай сами там свои задачи решают, как считают нужным. Но и так, как они их решают, мы видим, что это, скорее всего, наносит им самим вред, и это неприемлемые инструменты. Но то, что они всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. По сути говоря, сейчас я вам отвечаю, и само собой напрашивается вывод. Собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе США и стремятся, и стремились создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления. Именно это, по сути, является нашей главной целью – предотвратить подобное развитие событий. Что касается нашей сдержанной реакции, я бы не сказал, что она что-то такая, что она и сдержанная. Хотя специальная военная операция – это не какое-то очередное предупреждение, это всё-таки специальная военная операция. Но в ходе неё, конечно, мы видим эти попытки проведения каких-то террористических актов, на попытку нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре, мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени, совсем недавно, вооружённые силы России нанесли пару ударов чувствительных. Но это, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзным. Что касается терактов, да, это такая серьёзная вещь, это, по сути, использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобождённых территориях, мы видим это даже попытка проведения терактов на территории Российской Федерации. В том числе, я вот не знаю, были ли публичные какие-то информации на этот счёт, даже попытки проведения терактов, если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации. Я уж не говорил про Запорожскую атомную электростанцию. Мы это всё видим, контролируем, конечно, и сделаем всё, чтобы не допустить негативного развития событий. И ответ-то будет, если они не поймут, в конце концов, что вот такие методы недопустимы. Они, по сути, ничем не отличаются от методов терроризма. Здравствуйте, Алексей Гнарко, Россия-1. Киев на днях представил проект гарантии безопасности Украины. Да, Павел, хотелось бы сказать, вы сказали, что мы видим и там активность, и там. Но киевские власти же объявили о том, что они начали проводить активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет резать, чем она закончится. Пожалуйста. Киев на днях опубликовал документ, проект гарантии безопасности Украины. Как вы можете прокомментировать, как можете оценить это предложение, этот проект? Ну, я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают. Но мы, собственно говоря, с этого начали. Мы говорили о том, когда вели переговорный процесс с сегодняшними киевистскими властями. И завершили, по сути говоря, этот переговорный процесс в Стамбуле, известным проектом соглашения стамбульского, после чего войска от Киева отвели для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения. Вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договорённостей. Их забросили в ящик, объявили о том, что они никаких договорённостей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится. Что касается гарантии безопасности, то мы в целом достаточно жёсткие гарантии были, требовались гарантии и с нашей стороны, и со стороны основных стран НАТО, региональных стран, включая Турцию. В целом мы с этим согласились, по большому счёту. Там были некоторые вещи, которые требовали такой мелкой доработки, но в целом согласились. И это достаточно серьёзные требования. Но киевские власти сами это отложили в долгий ящик. Что они ещё там придумали, я не знаю, потому что у них позиция по каждому вопросу меняется чуть ли не каждый день. Надо посмотреть. В этой связи хотел бы напомнить, что до начала специальной военной операции мы говорили о принципах безопасности и о мерах обеспечения безопасности самой России, но на это никто не посчитал нужным никак реагировать. К сожалению. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Красотовцева Екатерина ТАСС. Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете ход специальной военной операции? Требуется ли корректировать её план? Нет, план корректировки не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается. Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции на самом Донбассе-то не прекращаются. Они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории. И обращаю внимание, мы же воюем же не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Ну, естественно, это связано с определёнными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. Но по большому счёту, по сути своей, никаких изменений нет. Что-то генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным. Но основная задача остаётся неизменной, и она реализуется. Прео новости, Мария Сидибе. А озвучивал ли Эрдоган на встрече предложение о вашей встрече с Зеленским? И при каких вообще условиях сейчас... Что он озвучил? Эрдоган не озвучивал ли своё предложение вам провести встречу с Зеленским? Ну, всё время предлагается, товарищ Зеленский. На протяжении длительного времени. В этом нет ничего плохого. Президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе, скажем, по продовольственному... Решение продовольственного вопроса. Вывоз украинского зерна через Одессу – это же в значительной степени результат его работы. Поэтому он действительно вносит серьёзный вклад в решение ряда серьёзных вопросов, возникающих вокруг этого кризиса. И вполне тоже, само собой разумеется, что он предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату. На этой встрече он об этом не говорил. В каких вообще условиях возможен сейчас диалог с Украиной, если он возможен? Так они же отказываются. Первые условия, чтобы они согласились, они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, что публичный сказал, не знаю где, но публичный, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Но не готов не надо. Александр Евгеньевич, Лайф. Вот вы уже рассказали немножко про встречу с Эрдоганом, а можете всё-таки более подробно рассказать, о чём вы с ним обсуждали, про зерновую сделку? Вообще она ещё в силе? Дойдёт ли зерно и наше удобрение до беднейших стран? Значит, я не знаю, это вот то, что мы говорили на саммите сейчас, и то, что я говорил, это было слышно для прессы? Жизнь всегда, да. Ага. Вот. Ну, всё-таки мне тогда придётся повторить. Во-первых, премьер министра Эрдогана был одним из инициаторов этой сделки. Но ООН был одним из лидеров, который организовал исполнение этой идеи. Значит, на сегодняшний день, на вчерашний или на позавчерашний из украинских портов вышел 121 корабль. Из 120 кораблей только три было направлено в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Около 35, может быть, уже чуть больше, процентов зерна, вывезенного с территории Украины, пошли в европейские страны, в небедные страны, и уж точно не в беднейшие страны мира. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН. 4,5%. И премьер министр Эрдоган и наши двусторонние встречи тоже поднял вопрос о том, чтобы все-таки основной объем этого зерна был направлен в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Но это не от нас зависит. Мы только взяли на себя обязательство организовать вывоз этого зерна. Мы это делаем. Но нужно, чтобы организация объединенных наций и другие все участники этого процесса в конце концов добились той цели, ради которой и был организован вывоз этого зерна. Но генсек, я знаю, это говорю абсолютно искренне, я знаю, что он принимает необходимые усилия, он реально старается это сделать, но пока у него тоже не получается. То же самое касается вывоза наших удобрений. Но это вообще беспрецедентно. Это, как говорится, уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии. Это позорное снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран-членов ЕС. Ну, действительно, а как же беднейшие страны мира? Как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? Это что, все блеф только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Нас создавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Ну, это просто безобразие. Но надеюсь, что здравого смысла, в конце концов, хватит и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку, будем считать, что это ошибка, недоразумение, и принять правильное решение. То же самое касается и вывоза российских удобрений. Кстати говоря, неплохо бы обратить внимание и на возможности Беларуси. Беларусь – одна из крупнейших стран по производству наколениных удобрений в мире, но сняли вроде как санкции с наших удобрений. Американцы, кстати, первыми сняли. Американцы вообще прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете, кто вывозит? Вот американские компании, они собственники этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они свое зерно вывозят. Так, поэтому много и, видимо, на этот счет было разговоров. Ну, не важно, а важно то, что с удобрения с наших сняли санкции, но оставили проблему по фрахту, по страхованию. Запрет на заход в наши порты сохранился, из которых зерно вывозят, удобрения вывозят. То есть на переводы финансовых, расчетах финансовых ограничений. Они знают все об этом, знают, все время говорят, да-да-да, проблема, проблема, будем решать. Никто ничего не делает. Надо отдать должное Генеральному секретарю ООН, он пытается решить эти проблемы. Он в постоянном контакте со всеми участниками этого процесса. Пока у него не все получается, но будем надеяться, что эти переговоры генсека увеличают успех. Мы-то продадим, мы продаем и продадим свой товар обязательно. Он востребован на рынках. Но если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет. Вот в чем все дело-то. Мы уже, вы слышали, наверное, 300 тысяч тонн примерно скопилось в наших удобрениях. В портах европейских стран. Наши компании уже говорят, бесплатно отдадим. Только выпустите, разблокируйте, отдадим в беднейшие страны на развивающейся рынке. Держат до сих пор. Это вообще удивительно. Не хотят, чтобы Россия зарабатывала. Но если мы бесплатно отдаем, мы же на этом не зарабатываем. Чего они делают, я не понимаю. Ради чего вот это все? Болтовня идет о помощи беднейшим странам. А на деле вот что происходит на самом деле. У меня такое впечатление, что вот особенно в европейских странах касается. Это бывшие колониальные державы. Но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике. Но время пришло, пора, наконец, сделать определенные выводы и вести себя по-другому, более цивилизованно. Вашу важнейшую двустороннюю встречу с главой Китая. Все-таки действительно очень важная встреча. Учитывая раскаленную атмосферу, за ней я следил весь мир, раскаленную атмосферу на планете, имею в виду. Что самое главное в итогах этой встречи? Вы знаете, не было ничего самого главного. Как-то не пока что странно. Ничего самого главного не было. Это была, по сути, обычная, рядовая наша встреча. Давно не было личных встреч после моей поездки в Пекин на открытие Олимпиады. Но мы просто констатировали значительный рост товарооборота. У нас в прошлом году, я уже говорил об этом, 140 миллиардов было. Мы ставили задачу добраться до 200 миллиардов долларов торгового оборота. Но думали, что это какая-то отдаленная цель за горизонтом. В этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может быть, 190 миллиардов долларов. То есть, вот эта цель 200 миллиардов, она вот-вот будет реализована. И, на мой взгляд, вот это самое главное. Мы говорили о том, что нужно сделать еще дополнительно для того, чтобы этот торговой оборот расширялся. Говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, всяким торговым войнам, которые разворачивают. То здесь наши так называемые партнеры, если так можно выразиться, применяют различные ограничения нелегитимные. Но мы же все-таки вынуждены как-то на это реагировать. Мы понимаем, что происходит. Говорили о необходимости расширения торговли и расчетов в национальных валютах. Это растет постепенно. Не так быстро, как бы нам всем хотелось, но тем не менее все это продвигается. Говорили о крупных проектах, которые мы реализуем. Об инфраструктурных проектах, которые бы позволили разблокировать растущие потоки, товарные потоки. Вот в основном мы об этом говорили. Конечно, были вопросы, связанные с кризисами, в таком доброжелательном, но в принципиальном ключе обсудили и эти вопросы. Давайте будем завершать, ладно? Владимир Владимирович, радиостанция Вести ФМАК, Полярий Санферов. Накануне Минфин США увеличил не только количество людей, которые попадают под санкции, но и характер работы и возрастные рамки. В связи можно сказать, что это ваш помощник Максим Орешкин. Какие рамки? Возрастные рамки. Я не понял. Я объясню. Помимо того, что это Максим Орешкин, ваш помощник, глава, гендиректор платежной системы МИР, но еще и Мария Львова-Былова. Я не понимаю, что Максим Орешкин? Вы понимали, под санкциями Минфин США. Максим Орешкин? Да. Под санкциями? Да. Ну, видимо, за встречу с Эрдоганом. Вот он в Турцию с Эрдоганом встретился, и вот тут же раз под санкцией. Ну, помимо того, что касается возраста, там еще есть детский амбуссмен Мария Львова-Белова, за то, что она вот формулировка воровала детей из Украины. А также Мария Львова-Белова воровала детей из Украины. Ну, формулировка, которая была американская, из-за чего она попала под санкции. Ну, а также Равзан Кадыров и его несовершеннолетие. Дети, их трое попало, всего у него, как известно, 14. Несовершеннолетние? Я первый раз в этом слышу просто. Ну, это только произошло. Я был занят другими вопросами, я не знаю об этом. Ну, что вы думаете по поводу этих талантов? Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить, это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают. Что касается нашего омбудсмена по защите прав детей, то, как мы знаем, она занималась и занимается до сих пор. И дай ей Бог здоровья, надеюсь, что и будет заниматься дальше. Занималась вывозом наших детей из зон боевых действий, из Сирии, из Ирака. Детей, которые там остались в силу разных обстоятельств, не по своей воле разумеется. Вот эта благородная миссия, она рискует своей жизнью и здоровьем. Естественно, нормальное дело, когда она вывозила детей из зоны боевых действий или из опасных зон на Донбассе. Чего здесь плохого? Спасибо нужно ей за это сказать и низко поклониться. Ставить за это под санкции. Я первый раз об этом слышу. Это возмутительно. Ксения Черняева, агентство Интерфакс. У меня вопрос относительно ситуации между Арменией и Азербайджаном. На ваш взгляд, в данный момент предпринимаются попытки со стороны других стран как-то повлиять на ситуацию в Карабахе, пока Москва занята спецоперацией на Украине. И хватит ли у России сейчас ресурсов, чтобы продолжать оказывать влияние на коллег для поддержания мира? Ну, как видите, хватает. Вот последний инцидент пограничный, он не имеет отношения к Карабаху, вообще никакого. Это совсем в другом регионе границы между Арменией и Азербайджаном. Ну, действительно, мы сожалеем об этом, и, конечно, о жертвах, которые произошли, случились там. Но в том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, так и будет дальше. Вот вам вопрос о ресурсах. И пока хватает, слава Богу. Пожалуйста, вопрос по G20 заключительный. Сегодня завершается саммит ШОС, но в скором времени лидеры должны встретиться по линии большой двадцатки. Есть ли определенность по поводу того, посетите ли вы Индонезию, и что может помешать вашим планам посетить остров Бали? Спасибо. Я посмотрю, на Бали-то я уже бывал, сам по себе Бали-то место хорошее, красивое, но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить двадцатку. Мне президент принимающей стороны, мне об этом сам, лично сообщил, когда был в Москве. Потом позвонил еще раз, сказал, что имейте в виду, значит, давление определенное есть, но у меня позиция жесткая. Мы вас хотим видеть на этом саммите. Я посмотрел, мы определимся. Россия будет принимать участник. Вы только разрешающий, ладно? Потому что вас много, а я один. Мария Владимировна, RT International. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Добрый вечер, я быстро. Вы только что упоминали корабли с зерном, которые отправились в Европу, хотя продовольственный кризис не там, там энергетический кризис. Вопрос о нем. Недавно президент Еврокомиссии и ряд других высокопоставленных европейских чиновников... Представляете? Да. В пылу, так сказать, поисков решения энергетического кризиса предложили своим гражданам отправлять космические баснословные счета за электроэнергию. Никому бы то ни было, а лично вам. Мой вопрос, как вы собираетесь на это отреагировать? И если вдруг счета начнут приходить к вам, собираетесь ли вы их оплачивать? Спасибо. Я об этом тоже ничего не слышал, не знаю. Это очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной головы на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе именно так и говорят. Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции России в Донбассе, не с этого, гораздо раньше, на год, если не раньше. Начался он, как это не покажется странным, с зеленой повестки. Зеленая повестка нужна. Нужно, конечно, заботиться о климате и не допустить прохождения какой-то точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить этого будет уже невозможно. И мы превратимся в одну из планет, солнечной системы, на которой раньше была вроде бы как, по мнению ученых, атмосфера теперь у нее нет, там температура теперь 500 градусов. Конечно, этого никто не хочет, но делать все нужно аккуратно, осторожно, поэтапно. Они для достижения сиюминутной политической конъюнктуры в своих странах пошли на что? На сворачивание углеводонодной энергетики вообще. Банки перестали давать кредиты. Местные органы власти перестали выделять землю для будущих разработок. Перестали осуществлять планы строительства энергетической инфраструктуры. Понимаете? Да, и сократились резкие инвестиции в энергетику традиционную. Но это все стало происходить несколько лет назад. Вот сейчас вроде цены поднялись, скажем, на газ в США, и добыча растет. Но не так быстро, как там бы хотелось предпринимателям. Почему? Да банки боятся давать кредиты. Понимаете, все это специалисты, эксперты все прекрасно понимают. А вот эти вот популистские заявления, что кто-то виноват, вот туда идите. Это только для того, чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран. Вот это для чего делается. Это первая часть морализонского балета, что называется. Это, значит, ошибочные реперные точки в зеленой поездке. Забегание вперед, неготовность ответить зеленой энергетике на огромные объемы необходимых энергоресурсов для поддержания экономического роста и промышленного роста. Экономика-то растет, а энергетика становится все меньше. Вот это первая колоссальная ошибка. Значит, вторая по газу. Уговаривали европейцев, не надо только на рынок ориентироваться. Давайте будем ориентироваться на долгосрочные контракты. Почему? Я говорил, повторю еще раз. То же самое «Газпром» должен вложить миллиарды в новые разработки. Но он должен быть уверен, что он продаст газ перед тем, как вкладывать. В этом смысл долгосрочных контрактов. Взаимные обязательства возникают у тех, кто продает и у тех, кто покупает. Нет, пусть рынок регулирует. Мы им говорили тысячу раз, не надо, не делайте этого. Это приведет к тяжелым последствиям. Нет. Они же, по сути, нас заставили. Заставили, знаете, что делать? В цену контракта вкладывать значительную долю от цены спота. Они нас заставили это сделать. И «Газпром» вынужден был в цене газа учитывать не только корзину нефтепродуктов и нефти, но и цены спота. Спот начал расти, и цена даже по долгосрочным контрактам выросла. Мы-то здесь при чем? Это первое. Второе. Вот я много раз им говорил. Вот «Газпром» не дает газ. Послушайте, вы нормальные люди или нет? Польша взяла и поставила под санкции на газопровод «Ямал-Европа». И закрыл им маршрут. Но я господину Шульцу сказал, позвоните, чего вы мне звоните? В Варшаву позвоните и попросите, чтобы они открыли маршрут. Вот и все. Первое. Второе. Две нитки газопровода по территории Украины. Украину снабжают оружием. Она взяла и закрыла им один из маршрутов. Пожалуйте, бриться. Еще 25 миллиардов закрыли. Ну, я сейчас в количестве миллиардов не буду говорить. Но целый маршрут закрыли. Зачем? Позвоните в Киев. Пусть откроют второй маршрут. Ну, наконец, Северный поток-1. Одна турбина выходит за другой из эксплуатации. Мы что ли их ломаем? Вот последнюю турбину, которую сняли из эксплуатации. Что произошло? Значит, текущий должен быть осмотр, текущий ремонт. Вскрыли в присутствии специалистов компании «Сименс». И увидели, что там течь масло. Это взрывоопасная ситуация. Но они видели, подписи свои поставили под актом. Ремонтировать надо. Эксплуатировать невозможно. Пожары взрывоопасны. Но мы-то здесь при чем? Отремонтируйте. Нам говорят, вот привезли турбину из Канады, но ее «Газпром» не берет. Ну, правильно, что не берет. Ведь в чем дело? Говорили же об этом много раз. У «Газпрома» на обслуживание турбин контракт не с «Сименсом», а с дочкой «Сименса» в Великобритании. Вот в чем все дело. И дочка «Сименса» из Великобритании должна дать документы, в которых все прописано, что турбины сняты санкции, потому что это наша собственность. И «Газпром» должен быть уверен. Может быть, завтра захочет ее продать. Не знаю куда. В Иран, в Китай, еще куда-нибудь. Значит, что сняты санкции, что техническое состояние в норме. Дочка «Сименса» из Великобритании должна дать. Она ничего не дает, кроме общих разговоров, болтовни какой-то. Вот же все, все дело. И плюс к этому нужно было внести изменения в контракт по логистике, потому что доставка турбины должна была произойти из Канады в Петербург. Она приехала в Германию. Это только на первый взгляд ерунда, но имеет значение практическое. Послушайте, мы что ли это все придумали? Таким образом закрылся «Северный поток-1». Но в конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите в конце концов санкции «Северного потока-2». 55 миллиардов кубических метров по году. Только кнопку нажать, и все пошло. Нет. Там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут это ремонтировать. Значит, этот поставили под санкции газопровод новый, «Северный поток-2». Открывать не хотят. А мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват. И не сваливают на нас свои собственные ошибки. Газпром и Россия как выполняла всегда, так и намерена, и будет выполнять все свои обязательства. В рамках наших договоренностей и контрактов. Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.